Как дела, ребята? Очередной видеоблог сегодня, и не самая легкая тема досталась в этот раз. Это то, с чем мы все сталкиваемся, речь о депрессии. Мы можем встретить это и в бодибилдинге, и в мире фитнеса, в спортзале, в жизни, в отношениях, в карьере, в финансовых вопросах. Молодый или в пожилом возрасте, толстый или худой, женщина или мужчина, темная кожа или светлая. Это не важно. Каждый сталкивается с этим. И в большинстве своем все видят негативную сторону депрессивного состояния. Это похоже на поездку с выключенными фарами. То есть ты едешь, но что-то тебя постоянно гложет. Давайте посмотрим в словаре, прочитаем определение. Здесь эти чертовы очки, я их ношу в эти дни. У меня так много работы на компьютере, и мое зрение, черт возьми, оно ухудшается. Депрессия, это психическое расстройство выявляется в следующих симптомах. Снижением настроения и утраты способности переживать радость. Нарушением мышления, двигательной заторможенностью. В общем, все это кажется отрицательными явлениями, но на самом деле я так не считаю. Я не нахожу депрессию негативной. У меня есть другое определение для этого. Это как роскошь. Я думаю, определение депрессии как раз таки роскошь. Потому что некоторые находятся не в состоянии выживания, а в состоянии жалости к себе. Быть в депрессии это роскошь. Я вижу это как инструмент самопознания, и нужно быть сильным, чтобы встретить ее, как возможность улучшить свою жизнь и достигнуть уровня счастья, которое ты прежде никогда не испытывал. Как я и говорил ранее, я думаю, лучший час наступает сразу после худшего. Ты должен понять, из чего ты сделан. Да, очень легко достигнуть невероятного успеха и счастья, когда все идет хорошо, и все тебя любят в компании. Каждый был бы тогда счастлив, но кто ты, когда все уйдут, все аплодисменты, деньги, возможности? Кто этот человек, потому что этот человек сам себя однажды создал. И если этот человек все еще честен самим собой, он сотворит себя снова. Нам нужно найти того, кто был незадолго до того, как наступила депрессия. Она опустошает и означает лишь то, что твой курсор начинает колебаться. Ты делаешь что-то против своего характера, против своего желания, против своей сущности. Во что ты веришь? Если ты сфокусируешься на этом и будешь честен с этим, и встретишь депрессию лицом, ты озаришься, ведь это элемент повышения эффективности, инструмент самопознания. Тебе останется найти, что правильно, а что нет. Исправить не нужно. Будь ты на пути или в любых других начинаниях, все пойдет как по маслу. И ты станешь кем только захочешь. Ты больше не сможешь делать те же вещи и ожидать других результатов. Ты изменяешь и улучшаешь. Как я понимаю, депрессию – это ощущение потери пути. Такой момент, когда собственный взгляд начинает уступать давлению общества. Но насколько ты силен, как индивидуальный, чтобы смотреть на это с позиции вершителя? Ведь то, как ты видишь, гораздо важнее того, что есть. Это письмо в основном о депрессии личности, восприятии себя по отношению ко всему. Письмо от Сэма. Когда я читал его, мне даже вспомнились собственные загоны в своей жизни. Но я справился с этим. Но я реально выгорал. Я приведу пару примеров того, как люди убиваются и погружаются в беспробудный депрессняк. Причем собственными действиями дают этому жизнь. Депрессия – это состояние ума, а не состояние реальности. Я дам вам примеры, где вы скажете, круто, это отличная жизнь. Но взглянув на это еще раз, можно будет увидеть две стороны миндалии, о чем мы и поговорим. И о той составляющей разума, которая влияет на ваши отношения. Я прочту письмо от молодого Сэма из города Тава, 17 лет. Когда я буду читать его, появятся знакомые ощущения. Мы пронесемся по страхам жизни. Все то, что преследует нас в детстве или в старости, толстых, худых девушек или мужчин, всей национальности, что уж там, ситуации с финансами, или когда все отвернулись, все мы проходим через подобное. Когда жизнь ведет нас по графе успеха, в которой мы то падаем, то поднимаемся на порядок выше, сохраняешь ли ты при этом энтузиазм того, кто был наверху, оказавшись на дне? Депрессия – не самостоятельная проблема, а всего лишь ситуация, в которой ты меняешь мышление, чтобы продолжать. Итак, читаем письмо. Сэм пишет. Привет, Грег. Меня зовут Сэм, мне 17. И в течение этого года моя жизнь подверглась нехилой взбучке. Мы расстались с девушкой, а через 5 дней мой лучший друг умер. Мне не доводилось переживать подобное, а еще через 3 недели мои родители развились. Я пытаюсь как-то мириться с этим каждый день. Я прихожу со школы и просто замыкаюсь. Сижу в комнате один, в надежде, что вернется моя девушка. Она единственная причина, что заставляла меня улыбаться, и как мне теперь со всем этим... Жизнь продолжает меня бить, но я уже опустошен. Моя учеба в выпускном году просто полный отстой. Я с нетерпением жду ответа от тебя, чтобы подняться. Я теряю свою мотивацию. Раньше я был таким крутым чуваком, но не в плане, что петух. Я просыпался каждый день в 6 часов, занимался, читал все, что касается тела и диет. Я вдохновлял людей, я помог отцу сбросить лишние килограммы. Люди приходили ко мне за помощью и мотивацией. Теперь я потерян. Я не могу смотреть на себя в зеркало. Я чувствую себя неудачником, когда смотрю, кем я становлюсь. Извини за стиль языка. Я надеюсь, ты услышишь меня и дашь ответ. Ты меня не знаешь, но для меня ты важный человек. Я люблю все, что ты делаешь и то, как ты помогаешь людям, и поэтому ты номер один. У меня есть мечта отличиться в спорте, стать фитнес-моделью, как ты. Я всего лишь хочу, чтобы эта мечта не умирала. Помоги мне. Тут подпись. Если я человек, есть ли у меня право уйти от людей, которые расстраивают или причиняют мне боль. И не важно, что это могут быть мои мама, папа, дядя. Очень надеюсь получить ответ от тебя. Я сделаю все лучшее от себя зависящее. Благодарю, мужик. Да. В общем, Сэм, да, мужик, твоя история действительно может потрясти своими красками, но я с тобой, чувак. Никто не ожидает, что лучший друг умрет. Никто не готов к этому дню. Даже если кто-то причиняет тебе беспокойство, как моя собака Квест, которая умерла от рака последней стадии. Тут нечего поделать. Я... Я делал все, что возможно. И в прошлом году, 4 июля, я уже говорил, ее не стало. Она прожила 15 месяцев после того, как обнаружили рак. У нее было сильнейшее желание жить, но опухоль не прекращалась. Я знал, что скоро этот день придет, и это необратимо. Ожидание смерти хуже, чем сама смерть, когда ты знаешь об этом. У меня был дополнительный год с ней, как бы благословение, потому что физически я не мог что-то изменить. Знаешь, каждый день я видел, как она слабеет и слабеет. Затем у нее стало идти много крови. Знаешь, иногда я желал, чтобы ее просто сбила машина, чтобы она так не мучилась. Но знаешь, ты никогда не готов к этому дню. Поэтому, возможно, тебе тяжелее, потеряв друга. Очень трудно терять кого-то, кем ты сильно дорожишь. Твои родители разошлись, и эта ситуация тоже не сахар. Возможно, твоя подружка могла бы и помочь тебе в этом. История, которую ты описал, очень ужасная. Я понимаю, что ты в депрессии сейчас. Как я уже и говорил, депрессия – это всего лишь неспособность спросить себя почему. Теперь я быстренько вам набросаю другую историю. История следующая. Признав, ты проводишь хорошо время со своей подружкой и со своим лучшим другом. В этот момент тебе звонят родители и приглашают тебя на ужин. Ты ведешь машину где-то, и вдруг происходит авария. Твой друг умирает в этой аварии. Ты теряешь ногу. Твоя подружка парализована. Твоя мама тут же приезжает в больницу. А через некоторое время появляется и твой отец. Они объявляют тебе, что они разводятся. Они приводят тебе веские доводы, почему так. Позже твой папа стреляет и убивает твою маму. Ну че, как тебе? Согласись, хуже дерьма и представить нельзя. Что я пытаюсь вам показать, вообразив это? Что вот она, ужасная реальность. Твоя подружка парализована. Ты потерял ногу. И еще хуже, что ты ответственен за гибель своего лучшего друга. Твои родители ненавидят друг друга так сильно, что твой отец убивает твою мать. И сейчас он в тюрьме. Если бы ты жил в этой истории, что я только что обрисовал, ты бы все отдал, чтобы вернуться в свою историю, о которой ты поведал мне в письме. Если бы это было так, ты бы сделал это. Потому что она не так уж и плохая. Говорят, знаешь, сначала всегда становится плохо перед тем, как станет лучше. Это восприятие разума. Реальность выглядит плохой только из-за того, как ты на нее смотришь. Но давайте поговорим о письме. Ты говорил, ты был на пике сил. Ты писал о том, что ничто не могло тебя сокрушить. Ты не контролируешь жизнь, тем более смерть своих друзей. Есть у тебя девушка или нет? Ты все тот же человек. Разведены твои родители или в паре. Ты опять, черт возьми, тот же человек. Все это ситуации вне тебя, вне того голоса, который звучит внутри. Ты сам идешь в зал в 6 утра. Не твоя девушка несет тебя на плечах. Не твой друг собрался так рано вставать. Ты сам пошел туда. В итоге ты получил заряд, улучшился в форме. И теперь ты способен заряжать остальных. Твой отец потерял вес лишь потому, что ты был примером. А теперь громче всего звучат мнения о тебе от других людей, к которым ты прислушиваешься. А делаешь ты это из-за своего подавленного состояния. Раньше ты знал себе цену, а теперь веришь отражению себя в зеркале, которое состоит из мнений других. Так не должно быть. Ты должен быть в ладах с самим собой, иметь веру и спокойствие, даже если никого нет вокруг. Все остальное, оно может меняться или разрушаться, это не важно. Как, например, телефонный звонок. У тебя ужасный день, да? И все идет плохо, и ты просто хочешь заснуть и желаешь никогда не просыпаться в этот день. И вдруг звонит телефон, а там изумительные новости, мужик. Такие, как повышение в должности, или твой друг выкарабкался, или не умер, или твоя подруга беременна, или знаешь, что угодно. Все, что может поднять тебе настроение. Все, что хочешь. До этого ты был в депрессии, подавленный, слаб, знаешь, не было энергии. И тут позвонил телефон. Ничего не произошло через телефон, чтобы дало тебе силу, как человеку. Нет, все дело в том, как ты стал видеть этот день. Только что было темно. Нет света, нет возможностей, не мечты. А тут вешаешь трубку, мотивированный, и принимаешь душ, идешь в зал, или делаешь что-то еще. Новая палитра красок, как тебе? Да дерьмо это все. Потому что ты тот же человек, каким ты и был прежде. Просто твое видение изменилось. Появилась надежда, появились мечты. Когда я говорю, что депрессия – это роскошь, это так. Это роскошь для тех, кто не находится в состоянии выживания. Когда ты в депрессии, у тебя есть роскошь для жалости к самому себе. Ты позволяешь это делать, но... Если ты посмотришь на природу, там нет депрессии. Кто-то живет в африканских полях вместе со львами. Они никогда не зовут на помощь. Там ты либо выживаешь, либо умираешь. У них нет никакой формы жалости. Вы лишь можете смотреть фильмы, где группы людей оказываются вместе, где действуют другие правила. Например, есть фильм о птице, которая умирает из-за того, что замерзает и падает на землю. Не чувствуя никакой жалости к себе. Жалость к самому себе – это роскошь, которую ты имеешь. Если бы ты боролся каждый день за выживание, у тебя не было бы возможности передохнуть для того, чтобы пожалеть себя. Посему депрессия – это инструмент познания. Самопознание, где ты был и где ты есть сейчас – это карта жизни, путь. А именно карта пути, где есть ошибочный поворот. Причина того, что ты в депрессии, как раз может быть в том, что где-то были возможности, но теперь их там нет, или ты своим образом жизни погубил каждый вариант. Возможно, люди сами создали ситуацию, что повлекло смерть. Ты видишь, что этот путь уже исчерпал себя. Тогда с этой точки зрения все очень легко. Я не говорю, что это легко сделать, но легко думать в теории, анализируя, осознавать самого себя и принять решение сменить тропу. Если ты силен для того, чтобы задаться этим вопросом, ты можешь очень скоро познать счастье на новом пути, который ранее не казался привлекательным. Но до победы над депрессией все очень плохо. Не поймешь ее, останешься гнить на старых досках. И все будет напоминать тебе об этом постоянно. Пытаться что-то начать, тебя все равно будет легко подкосить. Прячься от депрессии, беги от нее, далеко ты. Все равно не скроешься, мой друг. И нет смысла бежать быстрее или уйти из социума. Все равно депрессия настигнет тебя где угодно. И все попытки приведут лишь к болезненной трате времени и потере очередных возможностей. И на этих этапах люди даже убивают себя. Прощаются с жизнью. Это гроб. Депрессия – это отсутствие какого-либо света. Абсолютная тьма. Самопорождаемая болезнь. И находясь в этом, притягиваются ситуации еще хуже. И люди с еще более дикими историями, что порождают новую депрессию. Я расскажу, что со мной было, когда я жил в Нью-Йорке. Я жил в Нью-Йорке и, идя в зал, я шел через финансовый район около парка и возвращался также по этому пути. Это был Бродвей, там же Уолл-стрит и вся движуха с ценными бумагами. И сам рынок ценных бумаг. Вот там и был мой спортзал, где я занимался. Я прожил там год. Я помню, я всегда ходил туда в промежутках между 9 и 5 часами. Каждый день. И всегда там сидел бомж на улице возле огромной финансовой фирмы. Я забыл ее имя. И я проходил его, когда шел в зал и когда возвращался обратно. Долгое время я не обращал на него внимания, но как-то я стал замечать, что этот парень был... Был там как по расписанию. С 9 до 5 каждый раз, каждый божий день. И что еще этот парень выглядел иначе? Он не похож был на других бомжей, потому что он носил костюм. Да, лицо было, конечно, его обросшим. Не помешало бы подстрижься, но этот парень делал все возможное, что он мог. Всегда при галстуке, который ему шел. Всегда рубашка застегнута. Ремень затянут и находится по центру, как нас учили в армии. Его обувь была не новой, но... Да, было бы неплохо ее отполировать, но он всегда держал в руках листок бумаги. Пытался выглядеть бодро. Он никогда не сидел, а стоял. Он стоял с 9 до 5, как будто ему платили за это. И точно вовремя, с 9 до 5, как на работе. Я помню, как в отчаянии однажды я шел, и он видел часть моей тренировки по боксу. Я шел обессиленный, это была выматывающая тренировка. На другой стороне улицы был Макдональдс, и я шел туда, чтобы взять 8 чизбургеров. Знаешь, когда ты опустошен, ты хочешь этого. И я хотел узнать, что же за дело было у этого парня. В общем, я взял 8 чизбургеров и встал возле него, положив сумку на какую-то поверхность, открыл ее. Он мне ничего не сказал, но на самом деле, все мои действия говорили о том, что ты можешь взять один бургер или сколько хочешь. Я взял бургер, начал его есть, затем я взял второй и съел. Он посмотрел на меня, и я подал знак такой, давай угощайся, и он это сделал. Он взял бургер, и я улыбнулся. И что я увидел дальше, повергло меня в шок. Он открыл бургер и начал упирать оттуда огурчики. После того, как он это сделал, он отломил кусочек хлеба и выкинул. Так как он не хотел есть так много хлеба. Как-то странно для того, кто попрошайничает. В его положении еще и придирчивый. Под конец я спросил, в чем дело, мужик? Я не хочу показаться гордым или что-то еще, но если ты позволишь мне поговорить с тобой, я вижу, как ты одет. Это не похоже на то, как одеваются бездомные люди. Ты хорошо держишься, ты явно не голодный или ты просто придирчивый, потому что не любишь огурчики. Ну и он засмеялся немного. И он продолжил и рассказал мне свою историю в течение часа. И вот о чем он поведал вкратце. Раньше он работал в финансовой фирме и зарабатывал сотни и миллионы долларов каждый год. Он женился на женщине, которую очень любил, и у них было трое детей. Все дети уже учились в университете, но все они женились и создали свои семьи. Он жил без детей. Поэтому он жил один. Он прилетел на вертолете в Коннектикут, свой главный офис, и приземлился там для работы. Будучи в этом городе, он был приглашен на большую церемонию награждения, где ему вручили финансовую премию превосходства. И он выступил там с речью. Затем он подошел к столику с коктейлями. Там было много людей, которые были пьяны и предлагали ему постоянно выпить. Но отказывался. Он отказывался, так как держал обещания своей жене. Она была для него мотивацией, движущей силой. Он был человеком, которому подходит титул чемпиона, настоящее проявление своей сути, что нельзя не заметить. Он был тем, кем он хотел. У них была взаимная любовь, он всегда делал для нее все, что мог. Как в фильмах, они так сильно друг друга любили после завершения церемонии в Коннектикут. В общем, после церемонии они поехали к себе домой. В область города. Его дом был очень дорогим, не говоря уже о машине. Этот парень действительно много работал и даже умудрялся где-то хитрить. Хоть он был и скромный по натуре, но вызывал доверие и многие его любили. Беда была в том, что этот парень все же немного выпил в эту ночь. И когда он очнулся, он помнит, что пытался проснуться, находясь в коме. Я думаю, в течение полторы недели или около того. И вот что он обнаружил, когда пришел в больницу, что жена его не выжила. Его жена умерла, но он не мог никого обвинить, кроме себя. То, что выпил и был в состоянии алкогольного опьянения. И опираясь на свой статус, он сел за руль. Он не мог жить без нее. Дети смотрели на него по-другому. И после случившегося, он сам себя ввел в состояние ареста. Он начал избавляться от всех своих денег, своего положения. Не лучшими были отношения с детьми и внуками. Он раздал все и продал дом. И решил поступить лучшим образом, каким только мог, будучи разбитым и в депрессии. Конечно, он не хотел быть одиноким, но что он сделал? Его подавленность была настолько сильной. И он пришел на эту улицу, где были его фотографии, и все ему угождали. Он был шишкой и зарабатывал сотни и миллионы долларов. Знаешь, такой образ у него. Это нереальная действительность для такого парня, достигшего всего. Его имя знали все. Я не знаю его фамилии, но он вернулся сюда и стоял снаружи этого здания с момента открытия и до закрытия бизнес-центра. С понедельника по пятницу его не волновало ничего. Он стоял, даже если было палящее солнце. И все знали, кто он был. Он работал в этом здании, а сейчас стоял возле него, под своим самоарестом. И давал им понять, чтобы они никогда не позволяли успеху овладеть ими. Не уходили от самих себя и помнили, кто они есть. Так как он позволил успеху овладеть им. В Баварии он потерял любимую, и сейчас он одинок. Он осознал, что должен показывать своим примером, чего не стоит забывать в жизни. Он говорил, я делаю все правильно. И вот чем дальше заходила история, тем большим негодованием я был. Помню, как я был шокирован. Я немного с ним всплакнул. Я был с ним на эмоциях. Ну вот такой я, черт возьми. Я сказал ему, знаешь, твое решение, как у животного, ты создал этот плод, и он плывет сквозь то, что ты любишь. И если ты продолжишь в том же духе до конца своих дней, то вместе с этим умрет ее репутация и воспоминания о ней с тобой. Но у тебя есть сила все это изменить. У тебя есть сила и возможность поговорить со своими внуками и рассказать им историю об этой потрясающей женщине. Как много она для тебя значила. Насколько она сделала тебя лучше. Знаешь, все твои истории будут жить. И не говори мне, что обнимая своих внуков, ты убиваешь время, а они ощущают стыд. Столько историй о вашей любви. Ты ошибаешься, друг. Он видел, как свою миссию учить других на своих ошибках. Да, это действительно сильно, но на какой-то период времени. А сейчас время двигаться дальше. И, возможно, пора перестать учить сотрудников, незнакомцев или кого-то еще урокам, которые он получил, и позволить, чтобы память о его любимой продолжала жить в его семье. В общем, переключая его, я был обескуражен тем, что он относился к сказанному мной как к шутке. Так он видел это. Я не выдержал и ушел раздраженный. Потому что он продолжал говорить, нет, ты не прав, я должен быть здесь. Не имеет смысла что-то менять. Я просто ответил, возможно, это твое решение. Я не знаю, но я ушел. На следующий день я его уже не видел. Я не знаю, где он был, оставшиеся 5-6 месяцев, которые я провел в Нью-Йорке. Мне понравилось, что он начал двигаться в другом направлении, и, возможно, он вернулся к своей семье, я не знаю. Но я надеюсь, что рассказанная мной ему история помогла ему посмотреть на ситуацию с другой стороны. Да, это трудное время для всех, но он подумал, что таково его наказание, и он делал эти действия. Может быть, если бы другой человек поговорил с ним, он бы увидел другие аспекты этой истории, другой путь, чтобы отплатить за эти ошибки. Другой способ вывести депрессию. Я поведал об этой истории, потому что как ты смотришь на вещи, являются на самом деле очень мощной силой для тебя самого. Я попал в Эстпоинт, и первый год был самым тяжелым. Я всегда был сам по себе. Приходилось вкалывать по-страшному. Сумасшедшие часы, учеба, работа, а потом дежурство и военные обязанности, это занимало где-то 40 часов, чтобы с этим справиться, а в сутках всего 24 часа. И никаких разговоров о сне, а так нас учили ставить приоритеты в жизни. Тогда ты справишься со всем. В общем, я не сразу усвоил урок и пытался все сделать сразу и сам. Но только сам всего ты не сможешь сделать, пока не научишься объединяться и обучаться. Команда сильнее, чем один человек, но если ты делаешь все сам, ты терпишь неудачу, так как ты не можешь делать все дела одновременно. Ты должен перераспределить обязанности и выполнить их. Я пытался, но я постоянно терпел неудачу за неудачей. Всегда один пытался там что-то сделать. Так вот в один день я практиковался в прыгании с парашютом. Когда ты прыгаешь, у тебя есть два парашюта, запасной обычно запаковывает учитель, а основной получается укладываешь ты сам. Если ты плохо это сделал, он не раскроется во время полета. На этот случай и есть запасной. Никаких разговоров. Ты прыгаешь, скорее тебя толкают, ты летишь, чтобы не разбиться о землю. У каждого есть прибор, который срабатывает по истечении определенного времени. В случае если ты не справишься с задачей, он сработает раньше. Так вот я был как раз в состоянии депрессии, вне сознания и потерянный, очень уязвимый. Я прыгнул и расправил руки, но ничего не раскрывается. Я лечу, а ничего не происходит. Мне пришлось с этим согласиться. Я чувствую, что согласно прибору парашют должен раскрыться где-то на расстоянии 5000 футов, но никакой реакции. Я пролетаю где-то на расстоянии 1800-1700, в общем падаю. Я тогда сказал себе «Ну теперь у тебя больше нет проблем». Собственно сейчас я тут. Каким-то чудом механизм сработал и приземлившись меня окружили руководители и начали допрашивать почему так произошло. В общем целая история там. Я сказал им, что это сам так поступил. Лишь бы они отстали. Позднее я стал понимать. Воздух мне показался другим и я понял, что это. Это как второй шанс для себя, чтобы следовать к своей цели и продолжать несмотря ни на какие трудности. Я уже не хотел делать ту же работу, которая меня уводила далеко от моей лучшей жизни. Я не желал, чтобы хотя бы какая-нибудь частичка меня с того момента оборачивалась назад и говорила «Ты мог бы сделать лучше» или повторяла «А если бы?» Вечером я вернулся с гордостью после этого с совершенно другим пониманием себя. Под другим углом смотрел на ту же ситуацию, на те же проблемы, на тот же стресс, на тот же сумасшедший график. Мое видение стало другим. И зерно нового меня дало ростки, что помогло мне добиться того, что есть. Это круто, когда у тебя в одном и том же деле отличный взгляд от остальных. Другое видение ситуации. Я не говорю, что нужно проходить какой-то смертельный опыт или пытаться покончить с самим собой. Если выжил, значит я избранный. Нет. Важно как ты видишь проблему и меняешься. Знаешь, есть у тебя сейчас девушка или нет, это не причина, чтобы не улыбаться. Прими себя и просто черпай силу из самого смирись с этим. Это часть жизни. Я много раз слышал про смерть друзей из армии. Моя собака умерла. Значит если ты посмотришь на природу как таковую, там все циклично, после зимы наступает весна, такова жизнь. Но важно как мы со всем этим справляемся. Если мы найдем кем мы являемся и будем над этим работать, протаптывая свой путь, тогда мы настоящую силу, настоящие моменты. Ты будешь проходить настоящие уроки жизни, но большинство моментов не появится из ниоткуда. Моменты вроде раннего подъема, тренировка по полной, несмотря ни на что. И однажды ты побеждаешь, ты проходишь финишную прямую с гордостью, и когда ты переступишь эту черту, в один прекрасный день ты осознаешь ух ты круто, теперь это часть тебя, и этот момент оплатит год или месяцы тренировок, когда никто не смотрел и никто не хотел этого делать, они оплатят твое время этим. И знаешь, эти моменты депрессии, когда однажды все идет ужасно, но ты преодолеваешь это и становишься намного сильнее благодаря этому. И позже эти моменты в жизни превратят неудачи в успех. Успех никогда не приходит вместе с радостью. Вначале неудача следует за неудачей и неудачей, чтобы научиться у неудачи одному и другому. Пытайся даже если ты упал, ты можешь повторить это снова и снова. Я уверен, ты никогда не проиграешь попыткам. Это своего рода установка, ментальный настрой. Я смогу, бля. В фоновом режиме всегда я смогу. Это не сломать, но можно быть сильнее этого. Ты сильнее, чем думаешь. И ты сможешь преодолеть все трудности и лишения. Я все равно поднимусь, но уже намного сильнее, чем прежде. Вот это подход, вот это историческая личность. Вот о таких личностях люди привыкли рассказывать друг другу без остановки. Мелкие трудности в жизни, смерть семьи или девушка рассталась с тобой, тебя уволили с работы или ты потерял деньги. Это все наши уроки, а не та действительность на этом пути, но то восприятие, как ты смотришь на эту действительность позволяет разрушить себя или произвести изменения. Обычно твое восприятие говорит тебе даже не пытайся идти сюда или что-то типа того. Это состояние ума, ребята. Это не состояние реальности. Я не могу сказать, что этого достаточно, но если ты решился идти сквозь депрессию, вовсе не химическую депрессию. Я не психолог, ребят, я никогда не был психолог, я не знаю о наркотиках, я думаю, один наркотик тянет за собой другой. Если тебе нужен этот наркотик или другой, тогда ты погружаешься в наркотическую войну. Знаешь, что происходит на Уолл-стрит? Проснувшись там, ты увидишь, что наркоты там играют как в пинг-понг, и люди то в пропасти, то у них колоссальный подъем. Знаешь, тут есть и другое. Можешь зарядить себя, например, вещами похожими на добавки, чтобы восстанавливаться или употребляешь водоудерживающие таблетки. Ты принимаешь стероиды? Ты реально их принимаешь? Я не принимаю ничего из этого. Потому что в один прекрасный день мое тело может отказать, либо мне будет много жидкости. Они будут всегда меня использовать и говорить мне на этом. Это сценарий с плохим концом. В таком случае я никогда не смогу повторить свой успех. Настоящая модель успеха включает в себя элемент риска без какой-либо доли удачи или внешних факторов, таких как твоя девушка. Она не формирует тебя. Ты должен быть с собой, с ней или без нее. Ты по-прежнему силен и способен на многое. Она не должна быть твоей точкой отсчета. нельзя возлагать столько надежд на милое создание. Если ты действительно любишь ее, ты не будешь возлагать так много ответственности на нее. Сейчас время положится на себя, но это временно, это не навсегда. То же самое и в подготовках к чему-либо. Подготовка к съемкам или соревнованиям. Ребята, если вы занимаетесь любым видом спорта, не принимайте стероиды, водоудерживающие таблетки, не пытайтесь обойти систему с помощью этих вещей, потому что в один день это может не сработать для тебя. Также ты не можешь с полной уверенностью полагаться на своего тренера. Я не говорю сейчас о конкретном человеке, речь о мотивации. Ты настоящий чемпион, с трофеем или без него, потому что тебе на самом деле не нужно ничего для этого. Ты нашел модель успеха для себя, и ты бежишь по ней с самого начала и до конца. Все остальное между делом. Ты можешь контролировать все этапы, и если ты контролируешь, ты можешь повторить их. Продолжая повторять все это, ты добьешься определенных успехов на этом пути. Тяжелый труд выдает результат. А если он еще тяжелее, еще больше результат, еще тяжелее сногсшибательный результат, и это успех, мужик. Настоящее счастье является параллелью прогресса. Благодаря этому каждодневному прогрессу ты становишься лучше. Ты проигрываешь, но ты продвигаешься дальше и дальше. Развитие идет параллельно с счастьем. Депрессия для кого-то это усердная работа со своей жалостью в настоящем времени. Если у тебя депрессия, значит, что жалость к себе берет верх. Если ты продолжаешь идти вниз по этому пути, где нет развития, отсутствие развития похоже на стоячую воду, ты без движения, ты без эмоций, ты лишь говоришь себе, что мне делать, что мне делать, я не хочу это делать. Ничего не произойдет, пока ты в состоянии застоя, ты должен встать и идти. Как одолеть депрессию, мужик? Если ты чувствуешь, что ты потерял перспективы в жизни, да, звонок телефона с хорошими новостями, думаю, это состояние знакомо тебе. Ты прямо-таки готов сразу же начать действовать. Это как пациент, который при смерти, ему делают электрошок, чтобы он ожил. Возможно, у тебя бывают такие звонки, из телефона идут нереально хорошие новости, но давай посмотрим правде в глаза. Это не может происходить каждый божий день, а значит, ты будешь бороться с депрессией снова и снова и снова, это часть жизни. Эти проблемы ты должен приветствовать, потому что на самом деле это инструмент познания. Как я и говорил, ты многому научишься из этого, если ты решишься встретить это и обучаться у этого. Многие люди прячутся от депрессии под так называемой жалостью к себе. Может быть кто-нибудь мне поможет, потому что я не могу, но помощь не приходит, а ты спускаешься все ниже и ниже в это болото, не исцеляя себя. Как же победить? Первое, ты должен выработать привычку, не используя никакие приложения или просыпаешься, идешь в зал или идешь на работу, идешь в церковь и идешь на светские мероприятия, идешь гулять со своими собаками. Создай себе чертову программу. Держись подальше от алкоголя, наркотиков и других третьих элементов, которые меняют твое сознание. Питайся правильно, потому что люди в депрессии кушают шоколад, мороженое, плохое питание производит плохие чувства и состояние депрессии, питаясь неправильно, у тебя плохое мышление, плохое видение жизни, с хорошей едой, ты прекрасно себя чувствуешь и будешь вознагражден за это. И когда ты питаешь свое тело правильно, оно само двигает тебя на другой уровень. Все в состоянии депрессии, теряют самоконтроль, они кушают плохую пищу, они начинают пить, они начинают употреблять наркотики, все вместе взятое тянет тебя все ниже и огонь депрессии, только раздувается. Начни понемногу, сделай это привычкой, питайся правильно, держись подальше от всех химических воздействий на тело, позволь себе вернуться в изначальное состояние, к своему естественному балансу, кем ты на самом деле являешься. Ты увидишь возможности, что действительно случится, это то, что твое сознание будет видеть все больше положительного, а не молить, чтобы меньше. Просить может каждый, ищи серебряные нити, даже если они очень маленькие, но они будут расти, если ты будешь двигаться дальше, ты увидишь, что они становятся с каждым разом все шире и шире и шире, когда ты начнешь видеть этот прогресс, ты начнешь видеть истинную цель, так вот это и есть счастье. Кривая жизни, то поднимает, то упускает и так это работает. Почему же так происходит? Потому что ты рискуешь. Ты должен проходить через это, ты должен следовать по этому пути, верить в себя. Как некоторые скажут, почему я должен это делать? Цена невероятно высока, ты должен понять, и это очень опасный путь. И очень скоро ты станешь человеком, в чей адрес посыпятся комплименты. Ты станешь парнем, чей пример кому-то поможет лет так через 5 или 10. Когда я занимался рестлингом в старших классах, я выигрывал и занимал призовые места на протяжении нескольких лет. Знаешь, это круто, но если я все еще говорю об этом сейчас, то что же я тогда делал в оставшиеся 20 лет? Нельзя прикрываться своим успехом, ты должен определить его сам. Ты учишься всему на этом пути, каждый божий день ты строишь все больше и больше вещей, и проходишь жизни, ребят. Знаете, Стив Джобс просто гениальная, творческая и прекрасная личность, он всегда шел в лес, когда испытывал трудные времена, он прожил свою жизнь, как никто никогда не жил. Когда его бизнес только начинался, он очень много ходил, я не знаю сколько в неделю, но его кроссы убивались в ничто. И каждый раз, когда что-то шло не так, он шел на природу и прогуливался там, и когда он был там, его переполняло море эмоций, как в теле, так и в голове. Этот естественный свет, времена года, то, как бежит речка, ударяясь о преграды, продолжает течь дальше. В голове кружат сотни образов, ты не один. Но всегда, когда ты в состоянии депрессии, у тебя чувство, как будто ты один, и нет света, нет помощи, нет даже надежды, и этот самый ужасный недуг в мире. Беда в том, что ты сам его отравление, получишь пищевую депрессию, не употребляй слишком много алкоголя, получишь алкогольную депрессию. Конечно, иногда это случается, но в большинстве случаев ты не должен с этим связываться. Если ты будешь делать неправильные вещи, идти по неправильному пути, продолжая вырабатывать плохую привычку, в итоге дерьмовый результат. И так снова и снова, и ты считаешь, что ты обречен, ты думаешь, что это все ты, и другого выбора нет. Но также ты можешь преуспеть во всем, начиная видеть и определять себя как успешного человека, никогда не позволяя, чтобы успех определял, кем ты являешься, ты сам определяешь этот успех. Ты позволяешь неудачам определять, кем ты являешься? Успех это или неудача, никогда не определяя этим, кто ты есть. В этот момент ты полностью выложился и сделал все лучшее, что мог. Ты видишь состояние депрессии, потому что ты потерпел неудачу, но если ты честно смотришься в это послание, здесь инструмент открытий, да, я хотел этого, но я тренировался недостаточно сильно, я начал на два месяца позже, или может быть ты не тренировался усерднее, чем другие, или не так часто, знаешь, ты начинаешь слушать про себя слова брось, но в ответ ты говоришь это не означает что я неудачник, это просто означает что моя работа недостаточно чтобы быть на корабле чемпиона и выиграть остальных людей, которые усерднее меня, за что дается успех, это когда ты полностью встречаешься со страхом, чтобы показать всю свою тяжелую работу и достижение в этот момент, этого хватит? Я не знаю, может быть кто-то тренируется еще тяжелее, если так, то вали с подиума, вот где победа, иди трудись усерднее, ты сможешь улучшить свой успех, ты не можешь смотреть на это и побить его, ты не можешь сделать это быстро, это не так работает, еще вариант справиться с депрессией, это найти творческий подход, иди и делай творческие вещи, маленькие вещи, как я например, и мои видео, как я строю что-нибудь, и ты думаешь зачем, почему я делаю эти видео, где я что-то строю, или почему я создаю вещи, да потому что у меня много целей, и в жизни, на год, и на пять лет, и на десять, большие черт возьми цели, очень сложно увидеть десятилетний процесс, в каждодневных взлетах и падениях, находишься ли ты на правильном пути, не приходит никакого отчета каждую неделю или каждый день, он приходит через каждые два года или каждый год, я не знаю твой путь, знаешь, я очень разносторонний, мне необходимо что-то делать, и я чувствую себя прекрасно, когда я выхожу из зоны комфорта, у меня есть видение совершенства и план атаки, делать что-то с полной отдачей, строить что-то и думать о чем-то, чтобы потом просматривая короткие периоды времени, проверять критерии успеваемости и финиш, я черпаю оттуда энергию, я прекрасно себя чувствую, да я обожаю это, я думаю, этим я создаю настоящий позитив, который я использую где-то еще, где нет прогресса, а я хотел бы, чтобы он там был, я беру много позитивной энергии, которую я только что создал здесь, и бросаю ее в дело, и бам, начинается движение в правильном направлении, куда я хотел бы, или я иду во двор стричь газон, это занимает у меня час времени, и после часа этот газон выглядит как будто кто-то придет ко мне, чтобы поиграть в гольф из чертового гольф-клуба, или я иду на задний двор пропалывать сорняки в саду, это и есть сила мужик, называй меня ненормальным, но это и сила, ты пропалываешь сорняки, но по сути это новая жизнь, ты думаешь об этом, черт, и в конце концов ты проверяешь свои достижения, маленькая цель и удовольствие от нее, просто неоценимо. Позитивные эмоции, возьми этот позитив и направь туда, где у тебя не все в порядке, ты начнешь видеть, как все поворачивается к тебе лицом, становится как ты хочешь. Знаешь, если ты не смыслишь в строительстве или в чем-то таком, вот я например давно хотел взять уроки рисования, постоянно находи себе трудности, чтобы выходить из зоны комфорта, и в конце концов я нарисовал пальмы, я никогда не рисовал прежде, я нарисовал чертову картину, и я ее тебе покажу как-нибудь, мне она нравится, это классный процесс, первое выйди из зоны комфорта как хочешь, и тогда в твоей голове не останется места ни для единой мысли погружался в это, я возвращался пару раз к этому и получал удовольствие знаешь, стать более творческим, делая что-то подобное, иди на пробежку, иди на прогулку, погуляй с собакой или иди в зал, это освобождает тебя, каждодневные маленькие цели, достижимые цели, чтобы познать чувство отдачи, вложенного времени, чувство позитивного достижения, этот позитив помогает двигаться дальше, знаешь, в армии это называют силой мотивации, даже когда задание дерьмовое, знаешь, ты как лидер должен мотивировать и вдохновлять, даже если это не так, черт, ты должен провести эту операцию с чувством, как будто ты генерал итальянского вторжения, если ты хочешь добиться этого, все говорят, все плохо, и то, как ты визуализируешь себя достигшего цель, это будет выше всех обстоятельств, и ты идешь и проходишь это, а если ты думаешь, что миссия невыполнима или еще что-то, то это видишь только ты, миссия может быть невыполнимой, совсем невыполнимой, и ничто мы не можем с этим поделать, бессмысленно, если я скажу такие слова солдатам, да черт подери, работа никогда не будет сделана, ведь это просто бессмысленно, но я мотивировал их, говоря, эй, все, за дело, я с вами, они понимали, если мы сделаем это, то она станет отзываться так, как ни о ком другом, просто я дал им понять, что это возможно, и все случилось, либо ты лидер, либо реальность берет ситуацию в свои руки, и ты становишься жертвой этой игры, ты не справишься, и если ты хорош в чем-то, а в чем-то не очень, это все вне тебя, это ограничивает, запревает твое мышление, ты остаешься прежним, я терял все, и потеряв что-то, ты либо прогибаешься под ситуацию, либо не проявляешь ни капли смятения, если ты позволил ситуации подкосить тебя, то ты сам себя подкосил, странно звучит, но все же, ты тот же человек, что идет в зал в 6 утра, ты все тот же человек, как бы кто не смотрел на тебя, твой отец потерял вес, и ты ничего не поделаешь с этим, он похудел, это факты, и заметь, ты не потерял ногу, девушка жива, ты не убил еще кого-то по случайности, твои родители живы, и также любят тебя, пусть и не вместе, хватит смотреть на это, типа, о господи, подъемы, спады, так всегда, ты лишь кусок этого пазла, но ты позволяешь поработить твое сознание извне, будучи целостной частью, ты слышал страшные истории, включая ту, что я тебе рассказал, ты вел машину, авария, девушка в отключке, все поумирали, ты без ноги не можешь нормально гулять и ходить в зал, твои родители не развелись, но их споры приводят к убийству друг друга, ух, черт, ты только представь это, Сэм, это неправда, но если бы была правдой, что бы ты сделал, ты бы все бросил, и правда твоего письма в том, что ты разбит, это ужасный сценарий, который становится хуже, но и лучше от того, как на это смотришь, так как твое видение, это и есть первый шаг, к созданию изменений, в общем, это беда всего человечества, знаешь, психология должна выдержать, ты должен проходить через подобные не раз, все виды депрессии, есть и место ошибкам, потому что я верю, что я могу достигнуть чего-то, я способен делать вещи, если я не достигаю их, достаточно быстро, я чувствую, что я теряю хватку, да, у меня тоже есть эти проблемы, потому что я очень много отдаю за свой успех, у меня долгое время не было приглашений, чтобы сняться на обложку журнала, я постоянно пролетал, приходилось восстанавливаться, помни это временно, чувствую себя хорошо с этой минуты, сделал ошибку, исправляй, встретил препятствия, преодолевай, я открыт к этой борьбе, я ищу этот путь, я ищу для того, чтобы выявить силу, не довольствуйся тем, что ты в напряжении, отдавай ей всего себя, наслаждайся процессом, не определяй себя уровнем успеха, а учись на протяжении всего этого пути, эту борьбу я проходил, и прохожу, и буду проходить все время, я проходил через это, когда был в армии, в своей карьере, в отношениях, во всем, знаешь, в тот момент, когда ты расстаешься со своей девушкой, жизнь кажется мрачной, но когда ты встречаешь другую девушку, ты чувствуешь себя прекрасно, выяви, что тебя поддерживают, твои эмоции, или гормоны внутри тебя, ты можешь включить, или выключить их, продолжать включать, или продолжать выключать, люди могут, помочь тебе это сделать, но помни, что это не помощь, если ты ничего не делаешь, чтобы могло тебе помочь выбраться из этого состояния, они не смогут это сделать за тебя, ты понимаешь, о чем я, ну например, что-то не очень хорошее происходит с тобой, тут два варианта, допустим, случилось непоправимое, и пришла депрессия, есть выбор, оставить как есть, или укрепиться, что ты выберешь, тут что-то вроде двух таблеток, как в фильме Матрица, красная и синяя, так, что же ты выберешь в эту минуту, не завтра, а сейчас, выбор сделан, окей, круто, как я это сделаю, я точно знаю, мне нужна работа, мне нужна работа, что сейчас я буду делать, знаешь, ты можешь начать с того, что написать письмо своим родителям, что-то типа, знаете, ребята, я так люблю вас, вы сейчас в ссоре, но я вас по-прежнему люблю, и я всегда буду любить нашу семью, знаете, ребят, вы оба много значите для меня, просто скажи вещи, которые ты чувствуешь, это часть чего-то, что называется путешествием, эти маленькие вещи, которые помогают разобраться в больших вещах, и в конце дня, такие маленькие вещи, как выпалывание сорняков в саду, чертовы дела на понедельник, в итоге создают цель, у тебя чувство наполненности, успеха или достижения, это поможет тебе взяться за любую работу, я так много раз возвращался домой, дико уставший, у меня был плохой день, и все шло вон из рук плохо, хотелось просто уснуть, но хрен там, много раз я шел спать в такой ситуации, и просыпался с еще большей депрессией, вместо того, чтобы идти спать, а если я пойду спать, я также останусь в состоянии депрессии, вместо того, чтобы идти спать, я иду в зал, если я устал, и все идет не так, как я хочу, я иду в зал, и результаты появляются довольно быстро, увеличивается количество энергии, и ты еще больше оживлен, чем прежде, я думаю о проблемах, которые у меня есть, когда я в зале, я занимаюсь на параллельно, думаю о них, мой мозг сфокусированный, я достигаю чего-то быстрее, или решаю проблемы в момент, когда я бегу на беговой дорожке, я бегу и думаю о своих проблемах, и нахожу решение, такое ощущение, что мой мозг и разум работают быстрее, и вдруг бум, проблема все еще существует, но то, как я на нее смотрю, уже иначе, а если я иду спать, знаешь, я просыпаюсь теми же проблемами, но при этом депрессия еще сильнее, то, как вы смотрите, ребята, то, как вы видите это, депрессия, или позитивное самопознание, все это в твоих руках, спасибо, что смотрели, кстати, кстати, подождите, вот вам и картина, как вам убойный закат, неплохо, да? Я всего лишь попробовал, я не умел, я не знал как, но я вам скажу так, вы никогда не узнаете, что можете или нет, пока не попробуете, маленький шажок, но я получаю удовольствие от этого, скольких вещей ты себя лишаешь, возможно, которыми ты бы мог наслаждаться, находясь в состоянии депрессии, в состоянии ума, которая парализует тебя, сколько раз я поступал так же, вот мне звонят друзья и такие, можем встретиться и потусить, я, нет у меня много работы, но однажды, я все-таки пошел с ними, что может произойти там, ты можешь найти себе лучшего друга, познакомиться с девушкой, кто знает, что случится, это поле жизни, если ты не будешь проявляться, не жди перемен, но если ты, если ты проявишь себя, возможности тут же появятся, если ты сидишь дома в состоянии депрессии, результаты с каждым разом будут все хуже и хуже, как рак с эффектом снежного кома, все сильнее и сильнее, так как ты продолжаешь его создавать, ты никогда не сможешь его побить, потому что ты кормишь его своей энергией, своей неуверенностью, своими спящими способностями, своим потенциалом, ты закрыт, где все вокруг темно, и ты не против этого, избавиться от этого легко, пройдись, найди другую красоту жизни, миллион вариантов, но определяющим будет твой взгляд, если ты не видишь это, оно не существует, не важно насколько ужасна реальность, не в твоих силах что-то менять, но ты можешь найти нити возможностей, и они могут быть как негативные, так и позитивные, все зависит от того, как ты видишь, то что случилось, это ужасно, но перед тобой сейчас вся жизнь, тебе 17, ты живешь или катишься, к черту, никто к тебе не придет, и не спасет тебя, и ты умрешь, я говорю о физической смерти, жизнь никогда не будет уже полной, и процветающей, не будет целей, нет мечтаний, либо ты можешь переключиться, и начать жить, вот почему депрессия на самом деле, инструмент самоанализа, инструмент роста, это роскошь в твоих руках, знаешь, когда ты находишься в состоянии выживания, в состоянии депрессии, это и есть инструмент для открытия, поэтому если ты видишь, что это депрессия, не думай о ней, и если все идет плохо, то просто скажи себе, ну ладно, что поделать, это конечно не сахар для меня, но это помогает понять, где у меня есть проблема, и секрет в том, чтобы посмотреть на нее без страха, будь достаточно сильным, чтобы встретить ее, и в тот момент ты найдешь способ выхода, и когда ты посмотришь на депрессию позже, ты поймешь, что эта сила делает из твоей жизни, что-то более великое, вびора, и весело, чтобы посмотреть на спiders, чтобы исти вас art hadn't, С kadо лет该 Genevievement storym, и как из первых неск televиций. Я думаю о другом,